Из творений святого Иоанна Кронштадтского Непостижимо, как сам Христос соединяется с знаменем крестным и дает ему чудесную силу прогонять страсти, демонов и успокаивать возмущенную душу. Точно та же непостижимо, как Дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и вином, притворяет его в плоти кровь и явно освещает нашу душу от грехов, внося в нее небесный мир и спокойствие, делает ее благою, кроткою, смиренную, полные сердечной веры и упования. Это объясняется отчасти тем, что везде всемогущий творческий Дух Господа нашего Иисуса Христа, и везде он может даже несуществующее называть как существующее. Римлянам 4.17 Тем более Иисущего делает другое сущее. А чтобы маловерное сердце не помыслило, что крест или имя Христово чудесно действуют сами по себе, а не Христом. Эти же кресты имя Христово не производят чудо, когда я не увижу сердечными очами или верую Христа Господа и не поверю от сердца во все то, что Он совершил в нашего ради спасения. Я с вами во все дни до скончания века. Страница 34 Так, Владыка, ты с нами во все дни, ни один день мы без тебя, без твоего соприсутствия не живем. Ты с нами особенно в таинстве тела и крови своей. О, как истинно и существенно находишься ты в тайнах. Ты обликаешься, Владыка, каждую литургию вподобострастное нам, кроме греха, тело, и питаешь нас, животворящую, своею плотью. Через тайны ты всецела с нами, и плоть твоя соединяется с нашей душою. И мы ощущаем, чувствуем это животворное, примирное, присладкое соединение. Чувствуем, что, прилипаясь к тебе в Евхаристии, мы становимся один дух с тобою. Как сказано, соединяющийся с Господом один дух с Господом. 1 Коринфянам 6,17 Мы делаемся, как ты, благими, кроткими и смиренными, как ты сказала себе, блаженны кроткие сердцем. Я кроток и смирен сердцем. Правда, часто лукавая и слепая плоть, или живущий в нашей грешной плоти князь века сего, шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа. И лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Но мы не дозволяем себе слушать его клеветы и рассуждаем так. Для тебя, Господи, все возможно. Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, гадам всей твари. Для себя ли ты, везде сущий и все исполняющий, не сотворишь плоти? Какой воятель, делая изваяние для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, ты превращаешь мертвое существо в живое существо, например, посох Моисея в змея, и нет ничего для тебя невозможного. Себя ли ты не сотворишь плоти из хлеба, в себе ли из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, будучи употребляемой в пище и питье, и превращаемой в нашу плоть и кровь? Ты не даешь вере нашей быть искушенной сверх сил? Не присуществляешь ты глыбы земной в причастии, причастное тело и кровь свою, а белый, мягкий, чистый, приятный на вкус хлеб. Не воду сотворяешь кровью своей, но подходящее к цвету крови вино, которое называется кровью гроздов, в Писании Серахов 39-32. Приятное на вкус и веселящее сердце человека, ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры, потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой, что в таинстве причащения Господь пребудет с нами во все дни до скончания века. Душа наша есть, так сказать, отражение лица Божия. Чем яснее, больше это отражение, тем она светлее, покойнее, чем меньше, тем темнее, беспокойнее. А как душа наша, сердце наше, то надо бы, чтобы в нем отражалось через чувство, через благодарность всякая истина Божия, а отражение лжи, чтобы вовсе не было. Чувствуй любовь Божия при чистых тайнах, чувствуй истину всех молитв. Наше сердце – зеркало. Истина, как предмет мира внешнего в обыкновенном зеркале, должна отражаться со всей точностью в нашем сердце. Хорошо, очень хорошо быть добродетельным. Добрый человек и сам покойный, Богу приятен и людям любезен. Добродетельный невольно привлекает на себя взоры всех. От чего? От того, что благоухание невольно заставляет остановить на себе внимание и подышать им. Посмотрите на самую наружность забродетельного, на его лицо. Что за лицо? Это ангельский лик. Кротость и смирение разлиты по нему и пленяют невольно всех своею красотою. Обратите внимание на речь его. От ней еще больше благоухания. Тут вы как бы лицом к лицу с его душою и саете от его сладкой беседы. Любовь покоит и приятно расширяет сердце, оживотворяет его, а ненависть мучительно стесняет и тревожит его. Кто ненавидит других, тот мучит и тиранит сам себя. Тот глупее всех глупцов. Когда видите болезненное разрушение тела, не ропщите на Господа, говорите, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Вы привыкли смотреть на тело свое, как на неотъемлемую и собственность. Но это крайне несправедливо. Потому что ваше тело – Божье здание. Что это за высокое лицо священник? Постоянно у него речь с Господом и постоянно отвечает на его речь Господь. Что не треба, что не молитва, то речь с Господом. Что не треба, что не молитва, то ответ на нее Господа. Как при находе страстей не помнить священнику, что страсти низкие, нечистые, особенно для него, чтобы допускать их до своего сердца, которое всегда должен наполнять всецело един Иисус Христос. Священник – ангел, не человек. Все житейское он должен далеко оставить за собою. Господи Иисусе, священники Твои да облекутся правдой. Салом 131.9 Да помнят они всегда о высоте своего знания, и да не запутываются они в сетях мира и дьявола, да отбежит от сердца их печаль века сего, лесть богатства и прочие похоти, вводящие в их сердце. Многочисленные и разнообразные пути, которыми дьявол входит в нашу душу и удаляет ее от Бога, налегают на нее всем существом своим, мрачным, ненавистным, убивающим. Что не движение страсти, то путь для него, и он не пропускает ни малейшего случая войти в нее. Равным образом многочисленные и разнообразные пути Духа Святого. Путь искренней веры, сердечного смирения, сердечной любви к Богу и ближним и прочее. Но то беда, что эти пути всячески силятся загородить для нас исконный человеко-убийца. Более обыкновенный для нас грешных, удаляющихся от Бога на страну далече. Путь к Богу есть путь злострадания и горьких слез. И Священное Писание и опыт удостоверяют, что для приближения к Богу надо пострадать грешнику, слезить и плакать, и исправить двоедушное сердце свое. Приближьтесь, постраждайте, и слезите, и плачьте. Слезы имеют силу ощущать скверну сердца нашего, а страдания нужны потому, что через страдания спасительно стесняется греховная широта сердца, и от стеснения сердца всего легче льются слезы. Когда дьявол в нашем сердце, тогда необыкновенная убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце, душа чрезвычайно стесняется и помрачается, все ее раздражает. Ко всякому доброму делу чувствует отвращение, слова и поступки других в отношении к себе криво толкует, и видит в них злоумышление против себя, против своей чести, и потому чувствует к ним глубокую убийственную ненависть, ерится и порывается к мщению. От плодов его познайте его. Бывают дни, когда злой дух меня тревожит. Люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы, или вовсе не имели и не имеют его. Короче, от того, что не молятся. Князь века сего простор для действия в сердцах таких людей. Он господин в них. Молитвы они не испрашивали и не испрашивают себе у Господа росы благодати Божией, а только просящим и ищущим подаются дары Господни. И вот сердца, испорченные по природе, безживительные росы Духа Святого, пересохли. И от крайней сухоты, наконец, запылали адским пламенем неверие различных страстей. А дьявол знает, сколько воспламеняет страсти, поддерживающие этот ужасный огонь. И торжествует при виде погибели несчастных душ, искупленных кровью того, кто попрал его державу. Молитва утренняя Боже, творче и владыка мира, Преизвинилась его на создание Твое, украшенное Твоим божественным образом, Все утренние часы. Да живет, да просветит Твое око тьма не тем, Крад светлейшие лучей солнечных, Мою душу темной и умерщленной грехом. А ты нет в меня уныния и леность, Даруй же мне веселье и бодрость душевную. Да в радовании сердца моего славлю Твою благость и святость. Твое беспредельное величие, бесконечные Твои совершенства на всякий час и на всяком месте. Ты, Боиси, Творец мой и Владыка жизни моей, Господи, И Тебе подобает слава в разумных созданий, От разумных созданий Твоих на всякий час, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С тех пор, как человек по своей воле отпал от Бога, Он, как животное, бывшее некогда домашнее, Но потом одичавшее в дремучих лесах, Неохотно смотрит на место прежнего жительства своего, Любит больше мрак леса, то есть здешнего мира, Чем свет прежнего света, места, то есть рая Божья. Трудно соединяется с Богом, и по соединении часто отпадает от Него. Трудно верует искренне в Бога, и во все, что он открыл ему, Не заботится постоянно о сохранении в сердце небесного дара веры. Если Бог не оставляет своим благопромышлением Травку, цветок или листочек на дереве, То оставит ли нас, о, убедись всем сердцем, Каждый человек в том, что верен Господь сам себе в своем промысле, О всякой, даже малейшей своей твари. Уразумей, что каждой твари невидимо присущ Творец. По словам Спасителя, Бог одевает цветы полевые, Питает птиц небесных. Чем Бог не веселит нас, своих тварей? Даже цветочками. Как нежная мать, по присносущней своей силе и премудрости, Он каждое лето из ничего творит нам эти великолепные растения. Будем ими забавляться, Да и благость Творца Отца нашего Небесного не забудем прославлять. Будем мы сами на Его любовь к нам отвечать Своими любящими сердцами. Кто не верует в Бога, спасающего в трудных обстоятельствах, И малодушествует, Тот не хочет дать славы Богу, Представляет Его не бодрствующим, А спящим или не всесильным и неблагим. Лживым представляет Бога истины, Через это согрешает тяжко. Особенно неизвинительно малодушие, Неверие в человека, В человеке, Который удостоился часто получать чудесную помощь от Бога Спасителя. О, я многогрешный! Невидимый всеисполняющий Бог Часто и ощутительно касается невидимой души моей, Которая от Его прикосновения вкушает чудное спокойствие и небесную радость. Не глаза передают мне весть о моем Боге, Чувства для низших предметов бытия, Ни слух только посредством слов и звуков голоса доносит до меня вещание непосижимым, Но сама душа, так сказать, растворяется с Богом. Когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое злоба людей, Вспомни, как беспредельно любит тебя всемогущий и всеправедный Господь Бог, Который до времени терпит злобу И потому во время свое достойным образом наказывает ее. Ты не можешь справиться с собой, со своим языком, С одним членом твоего тела. Посуди поэтому, каков тот, кто правит целым миром, Кто держит его в таком изумительном порядке, Кто управляет всем родом человеческим, Злобным, развращенным, готовым всегда к тому, чтобы истреблять друг друга, И между тем, более благоденствующим под его державой, чем бедствующим. Как он всесилен и премудр в управлении таким разнородным множеством! Положись же на него совершенно! Когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивай внутренне, как это бывает. Ты не знаешь, как Бог сотворил весь мир из ничего. Не можешь, да и не должен знать и здесь, как что-либо Бог делает тайно. Тайна Божия тайна и должна для тебя остаться, потому что ты не Бог, Не можешь знать всего, что бесконечно премудрому всемогущему Богу известно. Ты делала рук Его, ничтожная и тварь Его. Помни, что было время, когда не было ничего, А потом все, что есть теперь, сотворено из ничего Словом Божиим. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Отдайте, молящики, Богу ваше сердце, То любящее, искреннее сердце, В котором вы любите своих детей, родителей, благодетелей, друзей, В котором вы ощущаете сладость непритворной чистой молитвы, Чистой любви. Иногда в продолжительной молитве только несколько минут Бывают истинно угодны Богу И составляют истинную молитву и истинное служение Богу. Главное в молитве близость сердца к Богу, Свидетельствуемая сладостью Божьего присутствия в душе. Да будет так, как я хочу, а не как ты. Вот какой державный голос Бога слышит всегда душа наша, Падшая в грех и желающая выйти из состояния душевной, греховной скорби. Как удобно и скоро может спасать нас Господь! Мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я бывал великим грешником, А вечером после молитвы отходил на покой оправданным И более снега убеленным благодатью Святого Духа, С глубочайшим миром и услаждением в сердце. Как легко Господу спасти нас и вечер нашей жизни при закате дней наших! О, спаси, спаси, спаси меня, преблаги Господи! Прими меня во Царствие Твое Небесное! Все возможно Тебе! Своим Господом стоим или падаем! Бог силен восставить падшего! Что особенно важней составляет жизнь какого-либо существа, Тот Творец положил, сокрыл далеко в глубине, Внутри того существа, Это мы видим везде, Так и в человеке, Душа находится в самой середине его существа, В сердце, Почему и называется часто душа сердцем, А сердце душою. Уныл во мне дух мой, Смутилось во мне сердце мое, Сердце чисто сотвори во мне, Боже, Дух правый обновил внутри меня. Бог наш есть Бог милости и щедроты, Человеколюбия, А не Бог мучения и наказания. Мучения плоды грехов наших И бесплотных отступников от Бога. Потому, если ты скорбишь сердечно, Вини в том единственный грех и дьявола, А лучше себя, Потому что и дьявол не причинит тебе никакого зла, Если не найдет в тебе ничего, К чему бы можно было пристать. Я есть Бог ревнитель, Слава моей не дам иному. Исход 25, Исайя 42, 8 Эти слова Господа славы Исполняются каждый раз, Когда я славу дел Бога моего, Во мне производимых святыми дарами, Отношу в сердце другому кому или чему, А не приношу от всего сердца ему. Он мгновенно возревнует тогда О славе своего таинств, Своих таинств, Всегда чудных, животворящих И праведным судом своим Накажет душу мою Отеческим жезлом своим. О, душа моя ясно слышит Слова Господа своего, Слава моей не дам иному. За то, что ты не восписуешь мне Подобающие мне славы, Столь очевидны для тебя Самого в тайнах моих. Я бью внутренние твои Жезлом правды моей, И этим даю тебе знать И сердечно веровать, Что славу моей иному кому-либо Я никогда не отдам. Я очищаю грехи мои, И боли снега убеляй душу твою, Кровью моею. Я миром и радостью посещаю душу твою, Я грею и нежу тебя, Как мать младенца, И вселяю в тебя мою кротость, Смирение. Я изливаю любовь в сердце твое, Я всего тебя преобразую, Притворяю на удивление тебе самому В нового человека. И кому же другому я отдам Славу дел моих? Нет. Я вечно не изменяем, Не как человек, Я не изменяюсь, Не как сын человеческий. Число 23.19 Невидимый Господь действует на мою душу, Как бы видимый, Притом как предо мною всегда находящийся, Знающий все мои мысли и чувства, Всякие внутренние леность, Или строптивость, Или страсть, Сопровождается для меня всегда Соответствующим наказанием. Вообще, Если внутреннее мое расположение Недостойно Бога и его святости, Тогда я терплю в сердце наказание, Огонь попаляющий, А когда достойно, Тогда я весел, Спокоен. Нет, что не говорить, От человека бывает иногда Слишком раздражительный, Зол, Не сам по себе, А при самом усердном пособии дьявола. Вы только понаблюдайте за собой Или за другими Во время раздражительности и злобы, Когда вам или другому, Кому хотелось бы уничтожить лицо вам Враждебной истинно или мнимо. Сравните следующее за этим. Иногда в скором времени По действию ангела-хранителя Спокойствие, Кротость И доброту характера Вашего или человека, За которым вы наблюдаете, С минувшим противоположным состоянием, И вы скажете себе, Нет, это кажется совсем не тот человек, Который не залога перед этим Злился и ярился. Это человек, Из которого вышел бес, И сидит он уже у ног Иисуса, Кроткий и смиренный, Облегшийся и смыслищий. В нем нет и тени прежней злости И прежнего бессмыслия. Некоторые отвергают бытие злых духов. Но подобные явления в жизни людей Ясно могут свидетельствовать об их бытии. Если всякое явление Имеет соответствующую причину И от плодов познается дерево, То кто не увидит В безумно ярящемся человеке, Действующего внутри его злого духа, Который не может Съявлять себя иначе, Как достойным себя образом. Кто в излиянии злобы человеческой Не увидит начальника злобы, Кроме того, Человек, Подверженный раздражительности, И дышащий злобой, Весьма ясно ощущает В груди своей присутствие Враждебной, злой силы. Она производит в душе Совершенно противное тому, Что говорит Спаситель О своем присутствии. Ибо иго мое благо, И бремя мое легкое. При том присутствии Чувствуешь себя ужасно худо И тяжело, И душевно, и телесно. Вы слышите в церкви Больше всего гласы священнослужителей, Честцов и певцов, Поющих о помиловании нас. Что это значит? Это значит, Что все мы, Сколько нас не есть в храме Божием, По грехам своим достойны Казней Божиих. И что прежде всего По прошествии, По пришествии нашим в храм, Мы должны помнить, Что мы грешники, Что пришли к Господу неба и земли, Творцу и благодетелю, Ежедневно, Ежечасно прогневляемому Нашими неправдами, Умолять его, Каждый за себя, И даже по христианской любви, За других о помиловании. Моления о помиловании Бывают то великие, То малые, То сугубые, Так как в церкви Нет ни одного лишнего слова, То при пении Сугубой эктении Нужно особенно сильно Молиться Богу Из самой глубины души, От сердца самого сокрушенного, Как и говорится Об этом начальной эктении, Рцем вси, От сия души, И от всего помышления Нашего рцем. В это время Отложить нужны Малейшую холодность, Малейшее невнимание Сердечное, И, горя духом смиренным, Ставши Весь вниманием, Возносить Создателю Теплейшие молитвы О помиловании Нас грешных. Но что мы видим При возглашении Священнослужителей И пении песок Сугубой эктении И великой, Большей частью, Обыкновенную Невнимательность И равнодушие Малящихся. Как после Недостойного Пресвящения, Так и после Недостойной Холодной молитвы Бывает одинаково Худо на душе. Это значит, Что Господь Не входит в наше сердце, Оскорбляемый Нашим сердечным Неверием И холодностью, И попускает В сердце нашим Возгнездиться Духом злым, Дабы дать нам Почувствовать Разницу Между Своим И их Игом. Страшная Истина. Нераскаянные Грешники После смерти Теряют Всякую Возможность Изменить Сяк Лучшему. И значит, Неизменно Остаются Преданными Вечным Мучением. Грех Не может Не мучить. Чем доказать Это. Это Софивидностью Доказывается Настоящим Состоянием Некоторых Грешников И свойством Самого Греха Держать Человека В плену Своем И загорождать Ему Все Исходы. Кто Не знает Как Трудно Без Особенной Благодати Божией Обратиться К грешнику С любимого Им Пути Греха На Путь Добродетели. Как Глубоко Грех Пускает Сердце Грешника И во Всем Существе Его Корни Свои. Как Он Дает Грешнику Своё Зрение Которое Видит Вещи Совсем Иначе Чем Как Они Есть В Существе Своем. Представляясь Ему В каком-то Обаятельном Виде. Потому Мы Видим, Что Грешники Весьма Часто И не Думают О своем Обращении, Не считают Себя Великими Грешниками, Потому Что Самолюбие И гордость Ослепляют Им Глаза. Если Почитают Себя Грешниками, То Предаются Адскому Отчаянию, Которое Разливает Глубокий Мрак В Их Уме И Сильно Если Бы Не Благодать Божия, Кто Б Из Грешников Обратился К Богу, Так Как Свойство Греха Омрачать Нас, Связывать Нас По Рукам И Ногам. Но Время И Место Для Действия Благодати Только Здесь. После Смерти Только Молитвы Церкви И То На Раскаянных Грешников Могут Действовать. На Тех, У которых Есть Приемлемость В Душах Свет Добрых Дел Унесенный Ими Из Этой Жизни, Которому Может Привиться Благодать Божия Или Благодатные Молитвы Церкви. Нераскаянные Грешники Несомненные Сыны Погибели. Что Говорит Мне Опыт, Когда Я Бываю В Плену Греха. Я Целый День Иногда Только Мучаюсь И Не Могу Обратиться Всем Остачает Меня, Делая Для Меня Недоступным Божие Помилование. Я Горю В огне И Добровольно Остаюсь В нем, Потому что Грех Связал Мне Мне Силы И Я Как Закон И Цепи Внутренно Не Могу Обратиться К Богу Пока Бог Видя Мое Бессилие И Мое Смирение И Мои Слезы Не Умилосердится Надо Мною И Не Пошлет Мне Благодати Своей Недаром Человек Преданный Грехам Называется Связанным С Сетями Грехопадений Жизнь Твоя Духовная Видимо Разделяется На два Резко Отличающиеся Между Собой Состояния На Состояние Мира Радости Широты Сердечной И На Состояние Скорби Страха И Тесноты Души Причиной Первого Состояния Всегда Бывает Согласное Действование Души Моей Законами Творца А Причиной Последнего Нарушение Его Святых Законов Я Всегда Могу Примечать И Действительно Примечаю Начало Того Или Другого Состояния Состояние Мое Всегда Бывает То И Другое Потому Всегда Бывает Так Что Уничтоживши Начало От которого Произошло Состояние Скорби И Тесноты Уничтожаешь И Следствие То Самую Скорбь И Тесноту Духа Или Не Знайте Себя Что Иисус Христос Живет У вас Или Только Вы Не То Чем Должны Быть Второе Коринфянам 13 5 Воистину Христос Во мне Живет Между тем Я до сих пор Был Неискусен Не Помышлял И Не Знал Твердо Что Господь Во мне Это Он Всесвятый Так Чуток Во мне К Малейшей Нечистоте Сердечной Это Он Побуждает Меня Самый Зародыш Греха В сердце Гнать Вон Из Души Но Увы И Сатана Тут же Готовый Пожрать Меня На каждом Шагу Оспаривает Меня У Господа О Оставлении Согрешений Других Молись Так Как Молишься Об Оставлении Своих Согрешений Когда Они Поражают Скорбью Теснотой Душу Твою Побуждая Себя Сболезнованием Сокрушением Сердца Со Слезами Умолять Бога О Помиловании Равное Спасение Других Молись Так Как О Своем Собственном Если Достигнешь Этого И Обратишь Это В Навык То Получишь От Господа Обилие Даров Духовных Даров Духа Святого Который Любит Душу Сочувствующую Спасение Других Потому Что Сам Он Всесвятый Дух Всячески Хочет Спасти Всех Настолько Бы Мы Не Противились Ему Не Ожесточали Сердец Своих Сам Станин Новый Составляет Исключительную Нашу Собственность Мысли Самолюбивые Как Разве Не Един Господь Бог Разум Разве Не Един Дух Его Во всех Ищущих Истины Разве Не Един Просветитель Наш Просвещающий Сякого Человека Приходящего В мир Слава Единому Слава Всех Любящему И Всем Неоскудно Подающему Дары Свои Духовные И телесные Слава Незрящему На лице И открывающему Тайны Своей Любви Всемогущества При мудрости Младенцам Буха 10.2 Святые Божии Близки К верующим Сердцам И Как Самые Искренние И добрые Друзья В минуту Готовы На помощь Верным И Благочестивым Призывающим Их Верой И Любовью За земными Помощниками Надобно Большей Частью Посылать И ожидать Иногда Долгое Время Когда Они Придут А за Этими Духовными Помощниками Не нужно Посылать И долго Выжидать Вера Молящегося Во мгновение Может Поставить Их У самого Сердца Твоего Равно Как и Принять По вере Полную Помощь Разумею Духовную То Что Говорю Говорю С опыты Я Разумею Частое Избавление От Скорбей Сердечных Предстательством И Заступлением Святых Особенно Предстательством Владычицы Нашей Богородицы Может Скажут На это Некоторые Что Тут Действует Простая Вера Или Твердая Решительная Уверенность В своем Избавлении От Скорби А Незаступление Святых Перед Богом Нет Из Чего Это Видно Из Того Что Если Я Не Призову Сердечные Молития Известных Мне Не Различая Никого Святых Если Не Увижу Их Очами Сердца Своей Помощи Никакой Не Получу Сколько Бо Не Питало Уверенности Спастись Без Их Помощи Я Сознаю Чувствую Ясно Что Помощь Я Получаю О Имени Тех Святых Коих Призываю Ради Живой Моей Веры В Них Это Дело Бывает Так Как И В Обыкновенном Порядке Вещей Земных Я Сначала Увижу Своих Помощников Сердечную Верою Потом Видя Прошу Их Тоже Сердцем Невидимо Но Внятно Самому Себе Затем Получив Невидимую Помощь Совершенно Неприметным Образом Но Ощутительной Для души Я Вместе С тем Получаю Сильные Убеждения Что Эта Помощь Именно От Них Как Больной Исцеленный Врачом Бывает Убежден Что Он Получил Исцеление Именно От Этого Врача А Не От Другого И Не Сам Собой А Именно От Врача Все Это Делается Так Просто Что Нужны Только Глаза Видеть Я Я Человек И Во Мне Непрерывно Действует Милость Истина И Правда Божия Бог То Милует И Утешает То Наказывает И Опечаливает Меня Скорбями За Внутреннее Противное Ему Душевное Движение Но Подобных Мне Людей Полна Земля Значит И В них Господь Я Я Я Я Я Милость Истинную Правду Подобно Как Во Мне Он Действует Все Во Всем Никто Да Не Думает Что Грех Есть Нечто Маловажное Нет Грех Страшное Зло Убивающее Душу Ныне И В Будущем Веке Грешник В Будущем Веке Связывается По Рукам И По Ногам Говорится О Душа И Ввергается Во Тьму Кромешную Как Говорит Свяжите Ему Руки И Ноги И Ввергнете Во Тьму Кромешную То есть Он Совершенно Теряет Свободу Всех Сил Душевных Которые Будучи Сознаны Без Свободной Деятельности Терпит Через Это Какую-то Убийственную Бездейственность Для Всякого Добра В Душе Сознает Грешник Свои Силы И В то же Время Чувствует Что Силы Его Связано Нерасторжимыми Какими-то Цепями Сетями Своих Грехов Каждый Затягивается Трича 5.22 К этому Прибавьте Страшные Мучения От самых Грехов От сознания Безрассудства Своего Во время Земной Жизни От Представления Прогневанного Творца И В нынешнем Веке Грех Связывает И Убивает Душу Кто Из Бога Боящихся Не Знает Какая Скорь И Теснота Поражает Их Душу Какой Мучительно Палящий Огонь Свирепеет В груди Их Когда Сделан Ими Какой-либо Грех Но Связывая И Убивая Душу Временно Грех Убивает Ее И Вечно Если Мы Здесь Не Раскаемся От Всего Сердца В наших Грехах И Беззакониях Вот И Опытные Доказательства Того Что Грех Убивает Душу Временно И Вечно Если Слушаться Кому-либо Из Богобоязненных Людей Отойти Ко Сну Не Раскаившись В том Грехе Или В тех Грехах Которые Сделаны Днем И Мучили Душу То Мучение Это Будет Сопровождать Человека Целую Ночь Да То ли Пока Он Сердечно Не Покается В Грехе И Не Омоет Своего Сердца Слезами Это Опыт Мучение Греха Будет Пробуждать Его Сладкого Сна Потому Что Душа Будет В Тесноте Связанная Сетями Греха Теперь Положим Что Человека Отошедшего Ко Сну В Каком Нибудь Грехе И Мучимого Грехом Постигнет Ночью Смерть Не Явно Лишь Что Душа Отойдет В тот Век В Мучении И Так Как После Смерти Нет Места Покаянию То Она Будет Мучиться Там Смотря По Мере Своих Грехов Об Этом Свидетельствуют И Священные Писания Матфея 25 46 Рим 2 6 9 2 2 Коринфян 5 10 Другие Замещают За собой За своими Страстями Особенно В Домашнем Быту Где Они Свободно Проглядывают Как Кроты В Безопасном Месте Вне Дома Одни Наши Страсти Обыкновенно Прикрываются Другими Страстями Более Благовидными А Там Нет Возможности Выгнать Этих Черных Кротов Подкапывающих Целость Нашей Души В Души Благовидными 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 Все Все Так Явно Для Души Тут На месте Начинай Исполнять Заповеди Касающиеся Малого И Ты Исполни Заповеди Касающиеся Великого Малое Везде Ведет К Великому Начни Исполнять Хотя Заповеди Апостеса В среду И Пятницу И Десятую Заповедь Касающаяся Худых Помыслов И Желаний Ты Исполнишь Все Заповеди А Неверный Малом Во многом Неверен Человек Мечтающий О жизни Тленной И Не Помышляющий О жизни Бесконечной Небесной Ты Рассудишь Что Такое Временная Жизнь Твоя Это Постоянное Подкладывание Дров Разумеет Пищу Для того Чтобы огонь Нашей жизни Горел И Не Оскудевал Чтобы В доме Нашем Разумею Тело Было Тепло И Чтобы Постоянно Приходящая Жизнь Нашего Тела Была Восстановляема Питающими Началами Из Организмов Других Живых Тварей Лишаемых Жизни Для жизни Нашего Тела В самом деле Какая Ничтожная Паутина Жизнь Твоя Человек Ты Ежедневно Два раза Утверждаешь Внутрь Ее Подставки Для ее Прочности То есть Дважды Подкрепляешь Себя Пищей И Питьем И Каждую Ночь Запираешь Душу Свою В теле Закрывая Все чувства Тела Как Ставни Дома Чтоб Душа Не жила Вне Тела А в теле И Согревала И Оживотворяла Его Какая Паутина Жизнь Твоя И Как Легко Разорвать Ее Смиряйся И благоговей Перед Жизнью Бесконечную Истина Основа И Многоразличие Всего Что Несотворено И В твоих Делах Внутренних И Наружных Истина Да Будет Основой Всего Особенно Основой Молитвы Пусть На Истину Как На Основу Нанизывается Вся Жизнь Твоя Все Дела Твои Все Мысли И Желания Твои Возьмите Труд Хотя Один День Провести По заповедям Божьим И вы Увидите Сами Вы Испытаетесь Сердцем Как Хорошо Исполнять Волю Божию А воля Божия По отношению К нам Жизнь Наша Блаженство Наше Вечное Возлюбите Господа Всем Сердцем Хотя Так Как Вы Любите Своих Родителей И Благодетелей Оцените Посили Своей Его Любовь И Благодеяни К вам Переберите Их Умом В своем Сердце Как Он Дал Вам Бытие И С Ним Благо Как Он Бесконечно Много Терпит На вас Грехи Ваши Как Бесконечно Много Прощает Их Ради Вашего Искреннего Раскаяния В силу Крестных Страданий И смерти Сына Своего Единородного Какое Блаженство Обещал Он Нам В Вечности Если вы Будете Верны Ему Благодеяния Которые Бесконечно Велики И Многочисленны Далее Возлюбите Всякого Человека Как Самих Себя То есть Не Желайте Ему Ничего Чего Себе Не Желаете Мыслите И Чувствуйте Для Себя Не Желайте Видеть В нем Ничего Чего Не Хотите Видеть В себе Пусть Ваша Память Не Удерживает Зла Причиненного Вам Другими Как Вы Желаете Чтобы Забыто Было Другими Сделанное Вами Зло Не Воображайте Намеренно Ни В себе Ни В другом Ничего Преступного Или Нечистого Представляйте Других Благонамеренными Как Себя Вообще Если Не Видите Явно Что Они Неблагонамеренные Делайте Для Них Что Делайте Для Себя Или Хоть Не Делайте Им Того Чего Не Делайте Для Себя И Вы Увидите Что У Вас Будет На Сердце Какая Тишина Какое Блаженство Вы Будете Прежде Рая В Раю Прежде Рая На Небеси В Раю На Земле Старствие Божие Говорит Спаситель Внутрь Вас Есть Пребывающий В любви Учит Апостол Бог 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 Пребывает Духом И Истинною Поклоняйтесь Богу Истинною Например Ты говоришь Да Да Светится Имя Твое Если В Тебе Действительно Желание Чтобы Имя Божие Светилось Добрыми Делами Людей Твоими Ты Говоришь Да Приди Царствие Твое Желаешь Желаешь Ли Ты В самом Деле Наступления Царствия Божия Желаешь Ли Быть Селением Духа Божия А не Селением Греха Не Охотнее Ли Ты Желаешь Жить Во Грехах Говоришь Да Будет Воля Твоя Яко На Небеси И На Земли Не Ищешь Ли Скорее Своей Воли Чем Божией Есть Так Говоришь Хлеб Наш Насущ Не Даш Нам Днесь Не Говоришь Ли Ты В сердце Своем Другое Мне Не Нужно Просить У Тебя Этого Я Имею Беспрошение Пусть Так Взывают Неимущие Или Жадности Ищем Многого И Недовольствуемся Малым Или Тем Что Бог Дал Нам Не Благодарим За то Что Имеем А Надо Благодарить Просишь Молитв Бога Я Оставю нам Долги Наши Як Уже И Мы Оставляем Должником Нашим А Сам Не Думаешь Ли Я Не Бог Знает Какой Грешник Я Кажется Живу Не Хуже Других И Нет Мне Нужды Просить Оставления Долгов Моих Или Грехов Или Молясь Не Имеешь Ли Какого Ни Неудовольствия Гнева И Таким Образом Ты Нагло Лжешь В Молитве Богу Говоришь Не Веди Нас Искушение А Сам Не Натыкаешься Ли Не Устремляешься Ли Без Искушение На Вся А Сам Не Живешь Ли Содружести С Лукавом Или Созлом Всякого Рода Которого Начальник Дьявол Смотри Же Чтобы Язык Твой Не Был В Разногласии С Сердцем Не Лги Же Смотри Господу На Молитве Твоей Это Имей Всегда В Ввиду Как Тогда Когда Считаешь Молитву Господню Так И Тогда Когда Читаешь Другие Молитвы Наблюдай Согласно Ли Сердце Твоё С тем Что Произносит Язык Чем Чище Сердце Тем Оно Просторнее Тем Более Вмещает В себе Любимых Чем Гришнее Тем Оно Теснее Тем Менее Оно Способно Вмещать В себе Любимых До Того Что Оно Ограничивается Любовью Только В себе И то Ложную Любим Себя В предметах Недостойных Бессмертной Души В серебре Злате В любодеянии В пьянстве И прочем Подобном Если Господь Сообщает Непобедимую Непостижимую Божественную Силу Животворящему Кресту То Что Удивительного Если Он Сообщает Непостижимую Силу Воссозидать Нашу Природу Своим Пречистым Страшным И Животворящим Тайном Тела И Крови Своей О Коль Велик Ты Господи И Сколь Чудны Дела Твои Как Бесконечное Твое Всемогущество К Чему Прикоснется Сила Твоей Благодать Твоя То Само Делается Животворящим Если Хочешь Исправить Кого От Недостатков Не Думай Исправить Одними Своими Средствами Самими Больше Портим Дело Своими Собственными Страстями Например Гордостью И Происходящей Оттуда Раздражительностью Но Возложи Печаль Твою На Господа И Помолись Ему Испытующими Наши Сердца И Утробы От Всего Сердца Чтобы Он Сам Просветил Ум И Сердце Человека Если Он Увидит Что Молитва Твоя Дышит Любовью И Исходит От Всего Сердца То Непременно Исполнит Желание Твоего Сердца И Ты Вскоре Скажешь Увидевши Перемену В том За Кого Молишься Сие Изменения Десницы Вышнего Солом 76 11 Кто Это В Святах Так Премудро Тонко Прекрасно Устрояет Образует Безобразное То есть Безвидное Бесформенное Вещество Земли Творец Дай нам Лабы Зать В Святах Твою Премудрость Твою Благость Твое Всемогущество Наше Душевное Расположение Даже Невыражаемое Внешними Знаками Сильно Действует На Душевное Расположение Других Это Бывает Сплошь Рядом Хотя Не все Замечают Это Я Сержусь Или Имею Неблагоприятные Мысли О другом И Он Чувствует Это И равным Образом Начинает Иметь Неблагоприятные Мысли Обо Мне Есть Какое Сродство Сообщение Наших Душ Между Собою Кроме Телесных Чувств Что же Касается Действия Души На Других Через Чувства То Через Чувства Зрения Душа Удивительно Действует На Другого Человека Хотя Бо Он Был Вдали От Нас Но Только Был Был Доступен Нашему Зрению И Был На Этот Случай Когда Мы Устремляем На Него Свой Взор Один Так Мы Можем Зрением Привести Другого В неловкое Положение В замешательство Случалось Мне Не раз Пристально Смотреть На Человека Из окна Своего Дома На Проходящих Мимо Дома И Они Как бы Привлекаемые Какой-то Силою К тому Самому Окну Из которого Я смотрел Оглядывались На это Окно И Искали В нем Лицо Человеческое И Ныне Приходили В какое-то Замешательство Вдруг Ускоряли Постыть Охарашивались Поправляли Галстук Шляпу И Прочее Есть Тут Какой-то Секрет Различай В себе Духа Животворящего И Духа Мертвящего Убивающего Твою Душу Когда В душе Твои Мысли Добрые Тебе Благо Легко Когда На сердце Спокойствие И радость Тогда В тебе Дух Благий Дух Святый А Когда В тебе Недобрые Помыслы Или Недобрые Сердечные Движения Тогда Худо Тяжело Когда Ты Внутренне Смущен Тогда В тебе Дух Злой Дух Лукавый Когда В нас Дух Лукавый Тогда При Сердечной Тесноте И Смущении Мы Обыкновенно Чувствуем Трудность Дойти Сердцем До Господа Потому Что Злой Дух Связывает Душу И Не Допускает Ее Возвышать С Богу Дух Лукавый Есть Дух Сомнения Неверия Страстей Тесноты Скорби Смущения А Дух Благий Есть Дух Несомненной Веры Дух Добродетелей Дух Свободы Духовной Широты Дух Мира И Радости По Этим Признакам Знай Когда В Тебе Дух Божий Когда Злой Дух И Как Можно Чаще Возвышайся Благодарным Сердцем Ко Всесвятому Духу Оживотворящему Оживотворящему И Освещающему Тебя И Всеми Силами Беги Сомнения Неверия И Страстей С Которыми Вползает В душу Нашу Духовный Змей Тать И Убийца Наших Душ Бывает В жизни Христиан Благочестивых Часы Оставления Богом Часы Тьмы Дьявольской И Тогда Человек От глубины Сердечно Взывает К Богу Зачем Ты Отринул Меня От лица Твоего Свет Незаходимый И Бог Покрыл Меня Всю Мою Душу Чужая Тьма Окаянного Злобного Сатаны Тяжко Душе Быть В мучительном Огне Тьме Его Дающей Причувствовать Муки Мрачного Ада Обрати Виже Меня Спаситель К Свет Заповедей Твоих И Исправ Духовный Путь Мой Усердно Молюсь Тебе Не Испытаешь На себе Действий Злых Козней Духа Злого Не Узнаешь И Не Почтишь Как Должно Благодеяние Даруемых Тебе Духом Благим Не Узнавши Духа Убивающего Не Узнаешь И Духа Животворящего Только По причине Прямых Противоположностей Добра И Зла Жизни И Смерти Мы Узнаем Ясно Ту И Другую Не Подвергаясь Бедам И Опасностям Смерти Телесной Или Духовной Не Узнаешь Сердечные Спасители Жизнодавца Избавляющего От Этих Бед И От Духовной Смерти О И 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 Утешение Радость Жизнь Покой И Простор Наших Сердец Слава Богу Премудрому И Всеблагому Что Он Попускает Духу Злобы И Смерти И 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 Оценить Утешение Благодати Утешение Духа Утешительного Животворящего Господь Бог Как Сам Жизнь И При Избытак Жизни Сам От Вечности Как Говорит Святой Григорий Богослов Подвигся В три Лица И Остановился На Трех То есть Бог Есть Отец Слово И Дух Ты Спросишь Как В Боге Три Лица Отвечаю Не Понимаю Как Но Знаю Что Так Быть Должно И Иначе Быть Не Может Ты Еще Спросишь А Отчего В Боге Третье Лицо Называется Духом И Отчего Он Особое Лицо Когда Бог Без Того Есть Дух Отвечаю Дух Божий Назван Духом По Отношению К Твари Господь Дохнул И Постасным Духом Своим И явилось По мании Его Животворящего Духа Бесчисленное Множество Духом Духом Уз И Его Вся Сила Их Духом Отдельных Существ Мудрость Бог 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 Не 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 Своей Самоличной Как Бог Не 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 Иметь Своей Живой Самосущной Премудрости Посмотри На Все Мир Сам Сам Не Издыхание Неве Невещественное Бог Бог Да Человек Скорее Приближается К Богу Только Устами Плотью Ложно А ни Сердцем Ни Духом Ни Истиной Клянется Ему В самом деле Мы Часто Живем Так Как Будто Нет В Нас Духа И Высшая Степень Человеческого Развращения Обнаруживается Тем Что Дух Совсем Подавляется И Человек Становится Как Бо Одной Плотью Не Вечно Духу Моему Быть Пренебрегаемым Человеками Потому Что Они Плоть Присмотритесь Хорошенько К делам Богопочтения Человеческого Вы Увидите Как Тут Плоть Усиливается Взять Перевес Над Духом Святых Перевес Духа Над Плочью Виден В том Что Они Живут Духом И Во Всем Мире Видят Дух Во Всем Премудрость Всемогущество И Благость Божия Во Всех Явлениях Во Всех Делах Они Видят Отпечаток Духа В Людях Чувственных Перевес Плоти Над Духом Открывается Из Того Что Они Во Всем Видят Только То Что Представляется Их Чувством И Дальше Своего Носа Как Говорится Не Видят Человек Чувственный Плотяной Смотрит На Мир И Видит Его По Щеках Животное Неразумное Не Удивляется В Нем Премудрости Пресносущной Сили Благости Творца Читает Священную Книгу И Видит В ней Только Букву Молится Ли Механически Пробегает Умом Молитвы И Не Проникает В Дух Их Не Знает Искусства Кланяться Духом И Истину Плот Господствует И В Образовании Людей Смотрите Научается Ли В заведениях Важнейшему Христианскому Делу Молите Научается Ли Зреть Бога Плот Будет Господствовать В мире До Скончания Века Так что Господь Пришед Судить Найдет Ли Веру Свою На Земле А Неверие Дело Плоти Как У Людей Первого Мира Богу Угодно То Что Человек Замечает Действия Его В Сердце Потому Что Он Есть Свет И И И А дьявол Всячески Опасается Этого Потому Что Он Тьма Ложь А тьма Не Приходит К Свету Чтобы Не Облечились Дела Ее Дьявол Через Тьму Через Обман И Ложь Только И Силен Облечи Его Ложь Выведи Тьм Тьм Он Обман Повлекает Человека Во Все Страсти Через Обман Он Усыпляет Людей И Не Дает Им Видеть Вещей В Настоящем Их Виде Дьявольское Покрывало Лежит На Весьма Многом Отчего Душа Грешная Не Прежде Получает Отпущение Своих Грехов Как Восчувствует Всем Сердцем Все Безрассудство Их Всю Гибельность Их Всю Ложность Их Оттого Что Сердце Есть Душа Наша Как Она Совершала Грехи Признавала Их Приятными Благородными Так Она Должна Раскаиваться В них Признавать Их Гибельными Совершенно Ложными Это Раскаяние Совершается Именно Болезненно Сердце Как И Желание Греха Обыкновенно Так же Сердце Не Смущайся Отревущей В тебе Злобой Порывающейся Излиться В словах Горечи А Повелевай Ей Молчать В тебе Замирать Проторгается И чем дальше Тем сильнее И сильнее Так что Наконец Делается Весьма Трудным Даже Невозможным Заградить Ее Так и Злобой Срывающейся В сердце Человеку Трудным Мучить Трудным Невозможным Премудрой Премудрой Трудным Бог 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 Не Смерть Ограниченным Вся полнота Жизни И Беспредельности Выразилась И в тварях Живых И Органических Которых Безмерно Много И все Одарены Жизнью Ограниченность Мира И Особенно Человека Мир Как Точка Опоры Для Телесных Тварей Чтобы Они Не Исчезали В Беспредельности Письмена Слово Божие Вернее И яснее Говорят О Мире Чем Сам Мир Или Расположение Слоев Земных Письмена Природы Внутри Ее Как Мертвые И Безгласные Ничего Определенного Не Выражают Где Ты Был Человек Когда Я Основывал Землю И 38 4 Развитый Был При Боге Когда Он Устроял Вселенную Как Уразуметь Ум Господень И Кто Был Советником Ему И Сая 40 13 А Вы Геологи Хвалитесь Что Уразумели По Строение Слоев Земли Ум Господень И Утверждаете Это Наперекор Священному Бытописанию Вы Более Верите Мертвым Буквам Слоев Земных Бездушной Земле Чем Боговдохновенным Словам Великого Пророка И Боговица Моисея Ты Недоумеваешь Как Внимают Нам С Небес Святые Когда Мы Молимся Им А Как Лучи Солнечные С Небес Преклоняются К нам И Всюду По всей Земле Светят Святые Тоже В Духовном Мире Что Лучи Солнечные В мире Невещественном Бог Вечный Животворящее Солнце А Святые Лучи Умного Солнца Как Очи Господни Постоянно Презирают На земле И на земнородных Так И Очи Святых Не Могут Не Обращаться Туда Куда Обращен Промыслительный Взор Господа Твари И Где Их Сокровища Тела Их Дела Их Места Священные Лица Им Преданные Где Где же закровище Ваше А там Будет И сердце Ваше Ты знаешь Как сердце Видит Быстро Далеко И ясно Особенно Предметы Мира Духовного Заметь Это Во всех Познаниях Особенно В духовных Где Весьма Многое Усвояется Только Верою Видением Сердца Сердце Око Существа Человеческого Чем Оно Чище Тем Быстрее Дальше Яснее Видит Но Святых Божьих Это Око Душевное Еще При жизни Доведено До Возможной Для Человека Чистоты А По Смерти Их Когда Они Соединились С Богом Оно Благодатью Бога Стало Еще Светлее И Обширнее В пределах Своего Зрения Потому То Святые Видят Весьма Ясно Широко И Далеко Видят Наши Духовные Нужды Видят И Слышат Всех Призывающих Их От Всего Сердца То есть Тех Которых Умные Очи Прямо Устремлены К ним И Не Омрачается Не Затмевается Во Время Устремления Сомнением А Маловерием И Маловерием Когда Очи Сердца Малящихся Товпадают Так сказать С очами Призываемых Здесь Таинственное Зрение Опытный Понимает Что Говорится Поэтому Как легко Иметь Сообщение Со Святыми Надо Бно Только Очистить Зрение Сердца Устремить Его Твердо К Известному Святому Просить О Нужном И Будет А Что Господь В отношении Зрения Он Весь Зрение Весь Свет Весь Знание Он Наполняет Всегда Небо И Землю И На Всяком Пути Все Зрит На Всяком Мести Очи Господни Смотрят На Злых И На Добрых Притча 15 3 Сердечная Вера В мир Духовный Особенно В духовное Все Просвещающее Все Оживляющее Солнце Радует Живит Душу Имеющую Непорочную Совесть Вера Должна Доходить До Сердечного Зрения Это Значит Что Душа Должна Стать Как бы Выше Чувственности Выше Телесного Мрачного Естества Своего И Проникнуть Собою Возможно Чистым Зрением Сердца В мир Духовный Тут То Ей Будет Хорошо Тут То Ее Истинная Жизнь Ее Упование И радость Опыт Воображение И представление Есть Зрение Сердца Или Души Созидающий Или Воспроизводящий Известный Предмет Оттого Оно Быстро Мгновенно Носит Характер Духовный Это Дагеротип Или Фотография Делаемая Душою С Известного Предмета Рассудок Живописец Снимающий С этой Фотографии Если бы Не был Господь Человеколюбив И Долготерпелив То Стал ли бы Он Терпеть От нас Такие Величайшие Оскорбления Воплотился Ли бы Пострадал Ли бы Умер Ли бы За тебя Дал ли бы Тебе Своё Претистое Тело И кровь На которую Со страхом И трепетом Взирают Ангелы Стал ли бы Избавлять Тебя От грехов И от Смерти Духовной Так бесконечно Много раз Он Сказал бы Тогда Мучься Если ты Так Злонравен Я Не Избавлю Тебя Более Избавлявши До серии Так Много Но Теперь Он Всю Жизнь Терпит От нас Бесчисленное Множество Оскорблений И Все Ждет От нас Обращения Прославь Его Любовью И Долготерпение Любовь И Долготерпение Вообрази Что было бы Без него Без его спасения Ужас И трепет Обнимает Душу Но Нераскаянных Грешников Постигнет Наконец Самым Делом Гнев Божий В день Гнева И Откровение Праведного Суда Божия Римлянам 25 Приступая Молиться Царице Богородице Прежде Молитвы Будь Твердо Уверен Что Ты Не Уйдешь От Нее Не Получившей Милости Так Мыслит И Так Мыслит И Так Быть Уверенным Относительно Ее Достойно И Праведно Она Всемилостивая Матерь Всемилостиво Бога Слова И Ее Милостях Не Истетно Великих И Бестисленных Возглашают Все Века И Все Церкви Христианские Она Точно Есть Бездна Благостыни И Щедрот Как Говорится О ней В каноне Адигитрии Потому Приступать К ней В молитве Без Такой Уверенности Было Бы Неразумно И Дерзко А Сомнением Оскорблялась Б Благость Ее Как Оскорбляется Благость Божия Когда Приступает С молитвой К Богу И Надеется Получить От Него Просимого Как Спешат За милостью Какому Либо Высокому И Богатому Человеку Милости Коего Все Знают Который Милость Учит Учит Нас Живой Веря В Него Поставит Мать Младенца Оставит Его Самому Себе А Сама Отойдет Потом Велит Исти К Себе Младенцу Младенец Плачет Без Матери Хочет Идти К Ней Но Боится Сделать Попытку Шагнуть Усиливается Подойти Делает Шаг И Падает Так И Христианина Господь Учит Веря В Него Как Ходьбе Вера Духовный Путь Так Слаба Наша Вера Так Начально Как Младенец Узящийся Ходить Оставляет Его Господь Своей Помощью И Придает Дьяволу Или Разным Бедствиям И Скорбям А потом Когда Будет Крайне Нужна Помощь Избавиться От них Когда Нам Нет Нужды В Спасении Да То ли Мы Готовы Не Ходить К Нему Как Бы Велись Смотреть На Себя Непременно Смотри На Него И Идти К Нему За Этой Помощью Христианин Усиливается Это Делать Раскрывает Сердечные Очи Как Младенец Расставляет Ноги Усиливается Ими Увидеть Господа Но Сердце Ненаученное Лицезрение Божие Боится Своей Смелости Спотыкается Раскрывает Враг И Прерожденная Испорченность Греховная Закрывает Открывающиеся Сердечные Очи Отревают Его От Господа И Он Не Может Подойти А Господь Близко Готов Взять К Себе Как Б На Руки Только Подойти К Нему Верою И Когда Сделаешь Усилие Совсем Увидеть Его Сердечными Очами Веры Попадешь На Него Сердечным Зрением Тогда Он Простирает Сам Руку Помощи Как бы Берет На руки И Прогоняет Врагов И Чувствует Христианин Что попал На руки К Самому Спасителю Слава Благости И Премудрости Твоей Господи Так В насилиях От дьявола И Во всех Скорбях Надо Живо Узреть Сердцем Как Бы Пред Глазами Находящиеся Человеколюбивую Внутренность Спасителя Смотреть Смело В эту Утробу Как Бы Неистащимую Сокровищницу Благости И Щедрот И Молить Его Всем Сердцем Чтобы Он Уделил И нам От этого Неиссякающего Источника Благости И помощи Духовной И тот Час Приносимое Будет Получено Главное Вера Или Сердечное Зрение Господа И надежда Получить От Него Как Всеблагого Все Истинно С опыта Этим Этим Дьявола Христианин Снова Изобидит Меня Посмеется Надо Мною Надо Чтобы Зло Не Гнездилось В Нас Ни Под Каким Видом А Зло Обыкновенно Слишком Многовидно Мир И избыток Жизни Сердца После Причащения Есть Величайший Неоценимый Дар Господа Иисуса Христа Превосходящие Все Дары Относящиеся К телу И Вместе Взятые Относящиеся К телу И Вместе Взятые Бездушевого Мира При Тесноте И Мучении Сердца Человек Не может Пользоваться Никакими Благами Ни Вещественными Ни Духовными Для Чего Только Не Существует Для Него Тогда Не Существует Наслаждений Происходящих От Чувства Истины Добра И Красоты Потому Что Подавлено И Убито Самое Средоточие Его Жизни Сердце Или Внутренний Человек Соединяйся С Богом Душою Своей Посредством Сердечной Веры И Все Можешь Сделать Борют Тебя Сильные Невидимые Не Усыпающие Враги Победишь Враги Врагов Видимых Победишь Врагов Видимых Внешних Победишь Терзают Страсти Одолеешь Подавляют Скорби Отвратишь Унываешь Духом Получишь Мужество Все С верою Возможешь Победить И Само Царство Небесное Получить Вера Величайшее Благо Земной Жизни Она Соединяет Человека С Богом И В нем Делает Его Сильным И Победоносным Прилепляйся Господи Ви Един Дух Есть С Господом 1 Коринфянам 6 17 Дал нам Господь По благости Своей Незаслуженно С нашей Стороны Видеть Солнце И свет Солнечный И Наслаждаться Им Даст Насладиться И своим Неприступным Светом Свет Солнечный Да будет Тебе В том Залогом На Особенно Свет Тихий Святые Славы Отца Небесного Сын Его Единородный Данный Нам И Дух Любви Данный В сердца Наши Смотря На Мир Божий Что Я Вижу Вижу Везде Необыкновенную Широту И Гривость Жизни В царстве Животном Между Четвероногими Между Гадами Насекомыми Птицами Между Рыбами Теперь Спрашивается Отчего Теснота И Скорбный Путь Жизни У Человека И Особенно У Людей Ревнующих О Благочестии Господь Разлил Везде Жизнь Довольство И Радость С Простором И Все Твари Кроме Человека Прославляют Творца Довольством Жизнью И И Игривой Радостью Отчего В будущем Веке Там Откроются Для него Все Радости Полное Блаженство А здесь Он Изгнанник И Под Наказанием Здесь Иногда Вся Природа Вооружается На него За грех Не говоря Об Исконном Враге Который Так Как Лев Рыкая Ходит И Ща Кого Поглотить 1 Петра 5 8 Итак Не Смущаюсь Тем Отчего В мире Везде Радость И Довольство А во Мне Часто Нет Радости И Я Смотрю Угрюмо На Радости Простор Божьих Тварей У Меня Есть Палач За грех Этот Палач Всегда Со Мною И Бьет Меня Ну Для Меня Настанет Радость Только Не Здесь А В Другом Мир Смотря На Мир Божий Я Везде Вижу Необыкновенную Щедрость Божию В Дарах Природы Поверхность Земли Это Как Богатейшая Трапеза Приготовленная В Изобилии И Разнообразии Самым Любящим И Щедрым Хозяином Нед Равод Также Служат Насыщению Человека Что Говорить О Животных Четвероногих И Птицах И Здесь Сколько Щедрости В Доставлении Пищи И Одежды Человеку Щедротами Господними Нет Числа Смотрите Чего Не Доставляет Земля Летом И Осенью Так Любовью В Боге Как Корнями Духовными Так Живет Возрастает Духовно И Приносит Плоды Добродетелей Богоугодных Коими Душа Живет И Будет Жить В Будущем Веке Дерево Вырванное Из Земли С Корнем Прекращает Жизнь Которую Получила От Земли Через Корни Так И Душа Человеческая Потерявшая Веру И Любовь В Бога И Не Пребывающая В Боге В Котором Вся Жизнь Е Умирает Духовно Что Для Растений Земля То Для Души Бог Чтобы Не Раболевствовать Ежедневно Страстям И Дьяволу Надо Задать Себе Цель Постоянно Иметь Ее В Виду И Стремиться К Ней Побеждая Именем Господнем Все Препятствия Какая Же Цель Небесное Царство Божественный Черток Славы Уготованные Верующим От Создания Мира Но Как Цель Достигается Известными Средствами То Необходимо Иметь В своем Распоряжении И эти Средства Какие Же Это Средства Вера Надежда И Любовь Веруй Надейся Люби Особенно Люби Несмотря Ни На Какие Препятствия Бога Больше Всего А Всякого Ближнего Как Себя Нет Сил У Тебя Сохранить В сердце Эти бесценные Сокровища Духа Человеческого Преподай Чаще К Богу Любви Проси Ищи Стучи Найдешь Отворится Верен Обещавший Ходи Сиди Лежи Собеседуй Занимайся И во всякое Время Молись Сердцем О Даровании Веры И Любви Ты Не Просил Еще Как Следует Жаром И Постоянством Не Имел Твердого Намерения Стижать Их А Вот Отсели Скажи Вот Приступаю Когда На пути К Богу Будешь Встречать Препятствия Поставляемые Дьяволом Сомнения И Неверия Сердца Та же Сердечную Злобу Иногда К лицам Заслуживающим Безусловного Почтения И Любовь Ровно И Другие Страсти Не Возмущайся Ими Но Знай Что Они Дым И Смрад Врага Который Пройдет От Единого Мания Господа Иисуса Христа Преобразование Юношества О чем Надо Больше Всего Сорать О том Чтобы Стижать Ему Просвещенное Часа Сердца Эфесянам 1.18 Не Замечаете ли Что сердце Наше Первый Деятель В нашей Жизни И во всех Почти Познаниях Наших Зрения Сердцем Известных Истин Идея Предшествует Умственному Познанию Бывает Бывает Так При Познаниях Сердце Видит Разом Нераздельно Мгновенно Потом Этот Единичный Акт Зрения Сердечного Передается Уму И в уме Разлагается На части Являются Отделы Предыдущие Последующие Зрение Сердца В уме Получает Анализ Свой Идея Принадлежит Сердцу А не Внутреннему Человеку А не Внешнему Поэтому Весьма Важное Дело Просвещенное Очи Сердца При всех Познаниях Но Особенно При познании Истин Веры И правил Нравственности Будущая Жизнь Совершенная Чистота Постепенно Ощущаемого Ныне Сердца Которое Чаще Всего Закрыто Омрачено Грехом И дьявольским Дыханием А иногда По действию Благодати Божией Проясняется Изрит Бога Соединяясь С Ним Приискренне В молитве И таинстве Пресчения Как праздновать Праздники Мы празднуем Или события Вникнуть В величие события Цель его Плоды его Для верующих Или лицу Как например Господу Божией Матери Ангелам И святым Вникнуть В отношение Того лица К Богу И человечеству В благодетельное Влияние Его На церковь Божий Вообще Надо Обновникнуть В историю События Или лица Приближаться К событию Или лицу Сердцем Впитать Их В себя Иначе Праздник Будет Несовершенной Небогоугодной Праздники Должны Иметь Влияние На нашу Жизнь Должны Оживлять Возгревать Нашу Веру С сердца В будущее Благо И питать Благочестивые Добрые Нравы А они Проходят Больше С грехом Как и Встречаются Неразумно Маловерным Холодным Сердцем Часто Вовсе Неприготовленным К чувству Тех Великих Благодеяний Божий Который Бог Даровал Через Известное Празднуемое Лицо Или Событие Мало Ли Какое Зло Бывает У тебя На душе Но Не Все Что Есть В печи На стол Мечи Да Будет Оно Одному Богу Известно Ведущему Ведущему Все Тайное И Сокровенное А Людям Не Показывай Всех Своих Нечистот Не Заражай Дыханием Сокрытого В тебе Зла Затвори Печь Пусть Дым Зла Замрет В тебе Богу Поведай Печаль Свою Что Душа Твоя Полна Зла И Жизнь Твоя Близка К Аду А Людям Являй Лицо Светлое Ласковое Что Им До Твоего Безумия Или Объяви Свою Болезнь Духовнику Или Другу Своему Чтобы Они Тебя Вразумили Наставили Удержали Взирая На небо Созерцая В высотах Его Господа Иисуса Откуда Явился Он Первомученику Стефану И Савлу И Умоляя Его О спасении Явление Его Значит Не то Что Он Тогда Только Будто Бы Открыл Небеса И взирал На них Из отверстых Небес Но то Что Он Всегда С небес Всех Нас Видит Все Дела Наши Слова Мысли И намерения Как и ты Удостоверился В этом Многими Опытами Возводя Очи На небо Господу И получая От него Чудную И великую Помощь Это значит Только Что Он В указанных Случаях Открылся Явил Себя В небесах Грешить Великая Невыгода И безумие Ибо Человек Грешник Презирает Самого Себя И отвращается Сообщество Человеческого Или имеет Общение С подобными Себе Потому что Внутренняя Сердечная Теснота И червь Сердца Делает Для него Тяжелым Всякое Порядочное Общество Несоответствующее Ему По качеству Своей Жизни Грешнику Следует Все Его Творение При Помыслах Сомнения Неверия Хулы Кто Страдает Тот ли Предмет О котором Сомневаются Коему Не верят Которые Хулят Или Те Которые Сомневаются Не верят Хулят Эти Последние Они Боятся Тогда Страха Где Нет Страха Они Мучатся Своим Сомнением Неверием Хулою А предмет Их Агония Остается Тверд Недвижим И берет Над ними Очевидный Верх Тем Что Их же Заставляет Переменить Свои Мысли Об нем Для их Собственного Спокойствия И Дотоле Не дает Им Успокоиться Пока Они Не Раскаются В прежних Ложных Своих Мыслях Касательно Его И Не Воспримут Мыслей Благоприятных Истинных Потому Безрассудно Колебаться И Возмущаться Тем Больше Молодушествовать И унывать Духом Когда Приходят На молитве Или В другое Время Мысли Сомнения Неверия Хулы И другое Подобное Это Все Прелесть Сатанинская Злоба Или Другая Страсть Какая Поселяет Сердце Стремиться По Непременному Закону Зла Излиться Наружу Оттого Обыкновенно Говорят О злом Или Разгневанном Человеке Что он Выместил Свою Злобу На том-то Или Выместил Гнев Свой На том-то В том И беда От зла Что оно Остается Только В сердце Осилиться Распространиться Вовне Из этого Уже Видно Что виновник Зла Сам Велик И имеет Обширную Область В которой Он Царствует Весь Мир Лежит Во зле 1 Иоанна 5.19 Как Пары Или газа Во множестве Скопившись В запертом Месте Усиливается Низвернуйся Извернуйся Вон Так Страсти Как Дыхание Духа Злоба Наполнивши Сердце Человеческое Так же Стремятся Из одного Человека Разлиться На других И Заразить Своим Смрадом Души Других Если Бог Даровал Нам Бытие Самый Великий Дар Благости Если После Того Как Мы Отпали От Него И Пали Из жизни Смерть Он Даровал Нам Для Возрождения Нас Для Приведения К Жизни Сына Своего То Как Мало Все Другие Благо Которых Мы Просим У Него В Молитве Чтобы По Первому Искреннему Слову Веры Даровать Нам Их Если Они Существенно Для Нас Необходимы И Как Не Извинительны Мы Когда Сомневаемся Получить Их От Бога В Молитве Прямо Сказал Спаситель Просите И дастся Вам Здесь В мире Суеты В мире Прелюбодейным И грешным Непрестанно И часто Незаметно Души И тела Наши Чер И тля Истребляет И воры Мысленные Подкапывают И крадут Сокровища Души Правду И мир И радость О Духе Святом Какое же Верное Средство От этого Постоянного Распления Греховного От этих Мысленных Воров Молитва Покаяния И веры Она Оживляет Воскрешает И сливающего В обольстительных Похотях Нашу душу Прогоняет Мысленных Воров Она Бич Их А для нас Источник Силы Жизни И спасения Слава Источник 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 Слава Господи Словам Твоим Всеистинным Господи Дай Всем Просящим У Тебя Через Мое Недостоинство Блага Различных Прошение Сердец Их Аминь Буди Если Хочешь Чтобы Господь Давал Скорее Сердечную Веру Твоей Молитве Старайся От всего Сердца Все Говорить И делать С людьми Искренне И отнюдь Не будь С ними Двоедушен Когда Будешь Прямодушен И доверчив С людьми Тогда Господь Подаст Тебе Прямодушие И искреннюю Веру И по отношению К Богу Того Кто Не прямо Сердечен С людьми Господь Неудобно Принимает На молитву Давая Ему Почувствовать Что он Неискренен В отношении К людям А потому Не может Быть Совершенно Искренен И в отношении К Богу Без душевного Злострадания Человек Страстям Подверженный Что тебе Нужно Жизнь Говоришь Ты А из-за чего Ты хлопочешь Из-за жизни Но живешь Ли ты Истинно Жизнью Разум И опыт Заставляют Сказать Что нет Итак Что же Составляет Твою жизнь Вера Надежда И любовь Разум И опыт Говорят Мне Жизнь Души Нашей Бог Живая Вера В Него И любовь К Нему Любовь К подобным Мне Людям Они Покою И широта Мучительно В полно В полно В полноту Вечной Славы чем от соединения с Ним. Он дает тебе испытывать начаток этого блаженства здесь, на земле, когда ты искренне приступаешь к Нему. Да, невидимая душа моя действительно еще здесь упокоивается в невидимом Боге. Значит, тем больше по отрешению от тела она упокоится в Нем. Дух силен, мощен, оттого он легко носит тяжелое вещество, а плоть косна, бессильна, и потому ее легко подавляет родное ей вещество. Поэтому Бог, как ничто, носит весь мир сильным словом Своим. Потому что и дух человека, благодатствованного, легко с Божьей помощью покоряет свои плоти, даже плоть других, их духу, как видим на святых, легко на молитве справляется с буквой слова, притворяя ее всю в дух. А плотской человек на каждом шагу подчиняется своей плоти и тяготится буквою молитвы, которую он не в силах обратить в дух, будучи сам плоть, или проникнуть нечистым, а плотинившимся духом Своим в чистый, святой дух ее. Человек постоянно погибает от греха, и ему нужен постоянный, ежедневный Спаситель. Этот Спаситель Иисус Христос, Сын Божий. Воззови только к Нему внутренне, живою, ясновидящую верою о спасении, и Он спасет тебя. Так Он чудесно спасал меня бесчисленное множество раз. Это спасение было так явно, как, например, явно приходит в темницу какой-либо избавитель и изводит из ней заключенного. Священнику нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные, когда они постигают, и утешение благодатное, чтобы в молитве к Богу о верующих говорить так. «Даруй им такое же благо, как даруешь ты его всегда мне, недостойному, чтобы обо всем просить собственного опыта». Он близок к его сердцу, говорится о двух неравных лицах, из коих одно покровительствует другому. И тот, кто удостоился покровительства высшего и близости к его сердцу, знает об этом, и взаимно сам близок к нему по своему сердцу. Так бывает между Богом и служащими ему от чистого сердца людьми. Сердцу этих людей близок бывает всегда Бог, и Божию сердцу близки они. Так должно быть и при молитве всякого христианина. Молясь, мы должны быть непременно близки к Богу сердцем. Хорошие и искренние отношения наши с людьми должны быть перенесенные на Бога. Помни, что ты всегда ходишь при лицом сладчайшего Иисуса. Говори себе чаще, я хочу жить так, чтобы жизнь моя радовала любовь мою распятую ради меня на кресте. Особенно же я возьму себе спутницу и подругу жизни моей, любовь святую, всех вмещающую в моем сердце, жаждущую спасения всех, радующуюся с радующимися и плачущую с плачущими. Это особенно утешит моего утешителя, Христа. Родители и воспитатели, остерегайте детей своих со всей заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут сыну вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горящую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризом их сердца. Каприз – зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу. В храме особенно совершается тайна ощущения грехов. Благоговей же к месту, где совершается ощущение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа. Сколько раз Господь подавал мне здесь ощущение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни, дарами мира и радости, и благами вещественными. Слава тебе, Иисусе, Сыне Божий! Ты – ощущение о грехах наших, не о наших только, но и всего мира. Нет ничего изменчивее вещества, оно изменяется в миллионы видов естественным образом, по законам Творца. Не говори о чудных изменениях, например, огня в росу, воды в кровь, воды в вино, посоха в змея. Даже человека иногда в тысячи видов изменяет вещество. Что же сказать о Боге, создавшем всяческое? Свойство вещества – вменяемость, изменяемость. С Духом разумным Господь этого не делает и не хочет делать. Свойство Духа – есть неизменяемость. Но совершенствование в добре – дело разумного, сотворенного Духа. То торжество Духа над веществом, что Дух изменяет его в тысячи видов, заметьте, например, как этот Дух изменяет вещество в растительном царстве. Как до бесконечности разнообразны формы растений и все из одной земли. Один свет солнца, один воздух, одна вода, одна земля. А тела животных, как они разнообразны. Итак, свойство вещества – изменяемость. При этом условие мир сотворен со всем разнообразием. Слава единому, вечно неизменяемому Богу, всесильному Творцу. Если бы вещество было неизменяемо, тогда не был бы Бог всесилен. Слава духовной природе! Да покоряет она всегда вещественную природу. Проси Бога, чтобы дал тебе неизменяемость в добре. Отчего это мы обиды человеческие помним и на обидящих гневаемся и злобимся? А обиды дьявольские, самые злейшие, зловреднейшие и непрерывные, весьма скоро забываем. Хотя бы и забижены были от него тысячу раз в день. Между тем, как одну обиду какого-либо человека держим на сердце, иногда не один день. Это прелесть дьявольская. Дьяволь ловко умеет нас обманывать. Обижая нас, сам он прикрывается всегда нашим же самолюбием, как бы желая угодить нам поначалу посредством движения известной страсти, хотя после всегда убивает и горько достается нам от него за наше глупое, неразумное самолюбие. Обиды же, причиненные нам другими, он всегда увеличивает в сто раз и представляет их в ложном виде. И опять и здесь прикрывается нашим самолюбием, как бы ревнуя о нашем благосостоянии, которое другие, будто бы думают, разрушить своими обидами. Две силы, совершенно противоположные между собой, влияют на меня. Сила добрая и сила злая. Сила жизненная и сила смертоносная. Как духовная сила, обе они невидимы. Добрая сила по свободной искренней молитве моей всегда прогоняет силу злую. И сила злая сильна только злом во мне скрывающемся. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Против невидимого дьявола невидимый Бог, против крепкого крепчайший. Если люди, существа слабые, скоро приходящие, смертные, делают так много великих и дивных дел, благодарованными им силами и способностями, если слову одного человека повинуется иногда много миллионов людей, то чего не сделает все виновник жизни человеческой, что не повинуется его слову. Вспомните слова сотника «Я, говорит, и подвластный человек, но имея в подчинении воинов, скажу одному иди и идет, другому приди и приходит, и третьему сделай это и делает». Далее «Если многие животные одарены искусством делать разные удивительные вещи, которых не сделать и человеку, животные, которые мы попираем ногами, которые так ничтожны и слабы, то чего не сделает творец всего, всех щедро одарившие всяким искусством, всякими способностями и силами. Если растение бездушное сегодня есть, а нас утро уже и в печь бросаются, по его слову образуются такие нежные и прекрасные формы, если вещество всякое мы видим подчиненным его слову и видоизменяющимся до неизмеримости, до бесконечности по его мании припосредствии така пяти стихий, то кто еще, видя все это, станет требовать залогов его всемогущества. Дивны дела Твои, Господи, на каждом шагу, в каждое мгновение жизни, исполнивший небо и землю славы премудрости Твоей, славы благости Твоей, славы всемогущества Твоего. Ты не только сам премудрый творец и постоянно являешь себя премудрым творцом, но ты тварям Твоим даровал творческую способность, и они творят по Твоему слову данными им силами вещи удивительные и полезные. О, в какую красоту тварь. 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 О нашем обращении радуются добрые по существу своему ангелы, а мы что же? Мы и знать того не хотим. И все больше и больше унижаем, губим свою душу разными пороками и житейскими пристрастиями. Жалко, невыразимо, жалко смотреть на человека и эту тварь по образу Божию созданную, особенно на христианина, удостойного такого высокого призвания, так много почтенного, облагодетельствованного от Бога. Молитва принужденная развивает ханжество, делает неспособным никакому занятию, требующему размышления, и делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих. Это должно убедить всех, таким образом молящихся, исправить свою молитву. Молиться должно охотно, с энергией от сердца, ни от скорби, ни от нужды, принужденно молясь Богу, добродетельно дающего Бог любит. Во всех нерукотворенных храминах тел благочестивых христиан есть свет умный, душа, и свет тот от умного солнца Бога, который видим в мире так, как душа в теле. Я замечаю, как входит и сияет мысленное солнце, Бог в душе моей, ибо тогда мне бывает легко и тепло и светло, и как удаляется из ней и оставляет ее во мраке и страдании. Как в вещественной природе причиной мрака служат удаление или сокрытие солнца, так в духовной природе мрак происходит от удаления мысленного солнца от души нашей и от покрытия ее тьмой окаянного. Как в вещественной природе бывает всегда некоторый остаток света и по захождении солнца по причине несравненной величины его, так и в душе остается некоторый остаток света и по удалении духовного солнца по причине вездесущей его, и по причине сравнительного бессилия князя тьмы, который без Божьего попущения не может совершенно омрачить душу. Но надо и того опасаться, чтобы, как сказал Спаситель, тьма нас не объяла совершенно. Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу следующим кратким словословием. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца, Единый, исцеляющий всякий недуг и всякую язву в людях. Ибо помиловал меня грешного и избавил меня от болезни моей, не попустив ее развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыка, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной, и в славу Твою с обезначальным Твоим Отцом, и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, не лукавое, простое, доверчивое, не лживое, не подозрительное, не злобивое, доброе, не корыстное, не завистливое, не прелюбодейное. Душа моя, помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай в других людях небесное их достоинство и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их. Все силы возлюби духовное и небесное, и презирай вещественное земное, помни слова своего Спасителя. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, только днись. Великая мудрость христианская сокрыта в этих словах. Помни и то, как сам Господь показал в своей жизни пример беспопечительности о пропитании и довольствовался только добровольными приношениями. Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Ты ненавидишь врага, ты глуп. Почему? Потому что, когда враг тебя гонит, ты еще сам себя внутренне гонишь. Ибо скажи, не гонение ли, не самые ли жестокие гонения мучить себя ненавистью к врагу? Люби врага, и ты будешь премудр. О, если бы ты знал, какое торжество, какое блаженство любить врага и делать ему добро. Так, Сын Божий, так Бог во Святой Троице восторжествовал и торжествуясь своей любовью над неблагодарным и злонравным родом человеческим. Так, святые Божий торжествовали над врагами своими, любя их и делая им добро. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если же бывшие врагами примирились с ним, смертью сына его, тем более спасемся жизнью его. Не унывай, борясь с врагом бесплотным, но прославляй в самой скорби и тесноте Господу, удостоившего тебя за него терпеть борьбу с коварным змеем и за него уязвляться на всякий час. Ибо если бы ты не стал благочестно жить и усиливаться, соединиться с Богом, то враг и не напал бы на тебя и не мучил бы тебя. Слава тебе, Спасителю, сила всемогущая! Слава тебе, Спасителю, сила вездесущая! Слава тебе, утроба преблагосердая! Слава тебе, слух, пресно отверзающаяся на услышание молитвы меня окаянного, чтобы миловать меня и спасать от грехов моих! Слава тебе, светлейшие очи, всегда на меня зрящее, любезное и прозирающее все мои сокровенности! Слава тебе, слава тебе, слава тебе, сладчайший Иисусе, Спасителю мой! Сердечная вера необходима человеку, потому что свет и чума нашего очень ограниченный, немного вмещает в себе света умного, а Господь Бог есть беспредельный свет, и мир есть бездна и вовсе могущества и премудрости, тогда как в нас только ничтожные, так сказать, капли его силы и мудрости. Потому что столько они больше, вместить их могли бы мы в своем бренном теле. Земля тверда и костна, хотя она и движется около Солнца весьма скоро, вода жидкая и быстрая, и потому, говорят, быстрее, быстрое течение, воздух еще жиже, тоньше и быстрее, и потому он движется, например, в ветрах весьма скоро, свет еще тоньше и быстрее, в одну секунду он проходит невероятное количество пространства. Если же свет так тонок и проходит огромное количество пространства, если же свет так тонок и проходит огромное количество,